Расследованием коррупционных схем и неэффективных трат общественники занимаются уже не первый год. Так, в рамках проекта «Город Н» активисты проверяют, как в малых поселениях осваивают бюджетные деньги. Данные на бумаге сверяются с реальным результатом. Один из недавних случаев – Дом культуры в отдаленном муниципалитете. Капитальный ремонт здесь должны были завершить еще в сентябре. Мы когда приехали, там был мусор строительный, благоустройство не проведено. Но явно объект еще далеко до сдачи, хотя он должен быть уже сдан. Соответственно, после нашего приезда, вращение 7 декабря, мы уже сегодня, вчера, точнее, посмотрели в средствах массового революции, 7 декабря прошло торжественное открытие этого Дома культуры. Собственно, то, о чем мы и говорим, то, что нам и нужно. В ходе таких инспекций в шести городах России активисты выявили сомнительных госзакупок на 3 миллиарда рублей. А главное, люди, наконец, получили обещанное. Где-то новый детский сад, а где-то поликлинику. Исполнители и госзаказчики лицом к лицу сегодня встретились на федеральном антикоррупционном форуме. В Крае он проводится во второй раз. Участников поприветствовали глава региона и спикер Кубанского парламента. Проблемы, которые вы поднимаете, это наши проблемы. И, знаете, лучше эти проблемы решить на стадии занозы, пока они не превратились в нарыв. И где бы она ни была, эта заноза, в кабинетах чиновников, в том числе, если объективно, и в бизнесе, там тоже достаточно. Такого теневого, сомнительного бизнеса. Здесь должна быть объективность. Общероссийский народный фронт сориентирован на результат. Потому что как раз результаты от нас с вами и ждут. И здесь мы абсолютно, я могу смело сказать, с вами союзники. Потому что я тоже, еще раз подчеркиваю, хочу добиться результата. Ведь важно, насколько мы вот эти финансовые наши возможности трансформируем в реальную жизнь. В дороги, освещение, детские сады, школы, дома культуры, поликлиники. Все, что так нужно для жизни. Основным в своей работе законодатель Кубани видят предупреждение возможных правонарушений путем внесения необходимых изменений в законодательство и его оптимизацию. УНФ имеет очень четкие наработки по программе за честные закупки. И, знаете, может кого-то это напрягает, нервирует. На мой взгляд, это очень важная тема. В борьбу с нечестными тендерами подключается и прокуратура. Госзакупки не должны превратиться в воровство на конкурсной основе, уверен глава надзорного ведомства края. За два года мы только по закупкам вывели более 9 тысяч различного рода нарушений. 10 из них связаны с коррупциогенным фактором. И возбуждаются десятки дел. Вы знаете, не только по формированию закупок заявок, но и по исполнению, самое главное. Общероссийский народный фронт уделяет особое внимание прозрачности самих тендеров. Выявляя факт коррупции, активисты сразу же направляют обращение в адрес губернатора, а также в правоохранительные органы. Благодаря общественной организации удалось внести ряд поправок в федеральный закон о госзакупках. Председатель Госдумы Вячеслав Володин очень большое внимание уделяет истории, связанной с доведением средств до регионов. Когда мы видим смешные ролики в интернете, как я уже говорил, с асфальтом укладываемым снег, это не только по вине заказчика происходит, потому что им лимиты доводят поздно, конкурсы по полтора, по два месяца. Поэтому сейчас Вячеслав Володин уже четко поставил задачу. Асилуанов, первый вице-премьер подтвердил, что все деньги, все лимиты, все росписи, они уже в декабре должны быть. А с 1 января деньги должны быть в регионах, в феврале конкурсы. За последние несколько лет в Краснодарском крае произошла глобальная модернизация контрактной службы. Так, в регионе полностью автоматизировали процесс системы закупок. Как отметил Вениамин Кондратьев, это позволило сделать торги более прозрачными, а значит усложнить работу тем, кто не чист на руку. Кроме этого, увеличилось количество малого и среднего бизнеса в господрядах. Для нас, конечно, важно сегодня максимально сделать работу глав муниципальных образований и органов государственной власти по размещению закупок. В целом, максимально прозрачно это. Это необходимое условие для того, чтобы мы работали на предупреждение, в том числе и коррупционной составляющей. На предупреждение. Чем прозрачнее, тем меньше шансов, что кто-то запустит руку. В том числе и бюджетные деньги. Мы сегодня в крае, я коллегам своим благодарен, сделали полную модернизацию контрактных служб. И вот сегодня у нас автоматизирована полностью система закупок. Полностью. И для меня принципиально важно, что если в 2015 году доля малого и среднего бизнеса составляла 15% у них, то уже в 2019 году 32%. Однако стоит помнить, что в госзакупках участвуют две стороны. И искать нарушения только в действиях чиновников неправильно. Ведь результат выполнения заказа зависит и от подрядчиков, которые сами часто срывают сроки и выполняют свою работу некачественно. Надежность поставщиков. Две стороны медали. Главы начинают говорить. Мы боимся уже доверяться, потому что срываются сроки, не осваиваются средства. Вы за это нас бьете. Да, но поставщик, либо подрядчик вышел на конкурсе. А потом он теряется, исчезает, опускает цену. А потом за эту цену ничего невозможно сделать. И в конечном счете все. Мы не имеем объекта социального, который должны построить. Но на это тоже нужна проблема. Надо обратить внимание. Коллеги, там все вместе. Можно только по чиновникам, но надо еще раз подчеркиваю, с другой стороны медали посмотреть. Как защитить, в том числе, если честные прозрачные торги, как защитить результат, чтобы на самом деле построили тот объект, допустим, если мы говорим подряд, на которые уже предусмотрены деньги, и они перечислены в районы, и они уже все, они уже потенциально должны сработать эти деньги. Девиз масштабного форума – коррупцию побеждают люди. Однако здесь не стоит забывать, что и порождает ее руками человека. Поэтому любой контроли, особенно общественной, становится важным оружием в борьбе с махинациями.